Детектив Финик. 25 декабря в 12.00 на СТС. Детектив Финик. 25 декабря в 12.00 на СТС. Привет, Бода. Ты, наверное, наводишь порядок в чемодане? Дождь на носу. А у меня зонта нет. Да, привет. Лучшие дожди, а значит и лучшие зонты, в Арабских Эмиратах. Срочно туда. Но Эмираты в пустыне. Там много солнца, а не дождя. Может, лучше в Норвегию? Так. О, вот это мой размерчик. Деньги не проблема. Раз, два, три. Что это за деньги у тебя? Самые лучшие деньги. Бодорубы. В Норвегии все платят кронами. Такими синими и безбородами? Бодорубы лучше. Оранжевые. С моим портретом. Смотрите, вон, подмигиваю. Бода, надо сходить в банк и обменять Бодорубы на местную валюту. Знаю. Я и сам собирался. Так. Денежное расписание. Чур я первый. В каждой стране придумали свои деньги и платят только ими. В Норвегии кроны, в Италии евро, в Арабских Эмиратах дирхармы. Нужную валюту всегда можно купить в банке. Валюты. Разлетались тут. Вот 200 Бодорубов. Дайте мне 200 этих, ну этих, этих, как его. Норвежских крон. Вот их, да. Что? За 200 моих прекрасных оранжевых одну дырявую крону? У каждой валюты свой курс обмена. За 200 твоих Бодорубов дают одну крону. Курс, курс. Я и сам в курсе. Три, два, три. На. Вот. Четыре, пять, шестнадцать, девятьсот, сорок семь, три, пять, батат, огурец. Все. Теперь на зонтик должно хватить. Эх, а ведь я был так богат. Вот ваш синий и безбородый дядя. Так. Дождь только через 15 минут. Успеем погулять под солнцем в Арабских Эмиратах. О, вот. Бода, это другая страна. Здесь другая валюта, дирхамы. Знаю, знаю. Теперь твоя очередь платить. Правильно. Если нет наличных денег, можно оплатить банковской картой. Морфы, у нас еще целых пять минут. Пора есть мороженое. Самое вкусное мороженое в Италии. Согласен. Чего это он мою майку нацепил? Бода, он твой поклонник. Наверное, я посмотрел все серии с тобой. Официант угощает вас с мороженым и просит твой автограф, Бода. Ну, это пожалуйста. А я угощу его Бодорубом. Ну, это... Ну, это... Внимание! Сейчас пойдет дождь. Я же говорил, пора в магазин за лыжами. ПОТЕРЯННЫЙ БАГАЖ Где же Бода? Мы опоздаем на самолет. Дети, спокойно. Чемодан сам себя не соберет. Здесь только самое необходимое для полета. Почему вы не сдали багаж? Куда сдавать? Зачем сдавать? Бода, в салон самолета не пустят с тяжелыми вещами. Большой чемодан должен лететь отдельно. НЕЕЕЕЕТ! Бода, чемоданы летят не сами, а в багажном отделении, в том же самолете. Вот что я вам скажу, дети. Я не оставлю свой чемодан без присмотра. Так, так и вот так. Ну, Бода, вдруг ты потеряешься? НЕЕЕ, я везде найдусь. Просто багаж иногда теряется. Теряется. Вот так удача. Так, так, так. Зачем тебе весь этот мусор? Мусор. Мусор, 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 мусор. Это мусор, мусор. Учитесь, дети, как совмещать путешествие с уборкой. Вот, теряйте уже скорее мой чемодан. Пока-пока. Бода, Бода, твой чемодан. Он все-таки не потерялся. Тише, дети. Делаем вид, что это не наш чемодан. Господин Бода, заберите свой багаж. Дети, я, кажется, ошибся. Нам надо было лететь в другую сторону. Эх, идем снова сдавать багаж. Какой хитрый чемодан. Не хочет теряться. Дети, я забыл дома мыльные пузыри. Срочно возвращаемся. Мы не хотим, не хотим. Тише, я нарочно его запутываю. Увидимся дома, чемоданчик. А на самом деле мы летим на море. Увидимся дома, чемоданчик. Бода, зачем мы сюда прилетели? Как это зачем? Затем, чтобы... Да я и сам уже забыл. Эх, да кто тут? Господин Бода, мы нашли ваш багаж. Биг Бен Привет, дети. Сегодня я научу вас путешествовать во времени. Бода, ну путешествовать во времени невозможно. Как это невозможно? Мне нельзя невозможно. Мне нужны все мои подарки на день рождения прямо сейчас. Но день рождения у тебя только через месяц. А я вам про что? Не хочу ждать подарки целый месяц. Вот здесь написано, как ускорить время. Бода, это путеводитель по Лондону. А почему тогда мы все еще не в Лондоне? Смотрите, вот она, машина времени. Бода, это Биг Бен. Да хоть пинг-понг. Так, все, читаем инструкцию. Биг Бен, часовая башня Вестминстерского дворца. Не то. А, на самом деле, Биг Беном называется самый большой колокол на башне. Снова не то. Нашел. Монетка в один пенни ускоряет часы на две с половиной секунды. Да, если часы начинают отставать, смотритель кладет на маятник монетку, и они ускоряются на две с половиной секунды в сутки. Так Биг Бен остается самыми точными механическими часами в мире. Отлично! Положим на маятник гирю, ускорим время и подарки мои. Так, так, так. Осталось попасть на башню. Циферблат часов такой большой, что в него может спокойно проехать двухэтажный автобус. Бода, что ты задумал? Одолжите, пожалуйста, ваш автобус. Мне надо в Биг Бен въехать. А почем проезд? А вон в те часы и попадем, если разгонимся. Ну и автобусы. Два этажа, а толку никакого. Что? Дверь? Пропустите меня! У меня день рождения через месяц, а подарки нужны сейчас. Бода в Эстминстерском дворце заседает парламент. Так что подниматься на Биг Бен разрешено только членам парламента и гостям. А это еще кто? Лорды. Ладно, стану ради вас лордом. Не работает ваша инструкция. Все, я погибаю от подарочной недостаточности. Бода, не грусти, у нас есть для тебя подарок. Ну что, нельзя дарить подарки, если не день рождения еще? Прощайте. Можно, подарки можно дарить в любой день. Правда? А что же вы раньше и молчали? Чуть не погибы из-за вас. Личная машина времени. Откручу время назад и получу все свои подарки на день рождения за последние 200 миллионов лет. О, тираннозавр. Подарок принес. Отели Эй, ну чего вы там развалялись? Мы еще не были в музее стоптанных и башмаков. Бода, музей уже закрыт. Пора домой отдохнуть. Как это домой? У нас самолет обратно, аж через неделю. Значит, нужно найти жилье здесь. Да чего его искать? Тут полного жилья. Сейчас я вас научу везде жить. Эй, боится, что я его часы украду. Бода, это не жилье, а банк. Он закрывается на ночь. Хе, спасибо вам, милая девушка, что не оставили бедных странников. Мокнут под дождем. Мы много места не займем. А зубы где можно почистить? Какие-то они тут не гостеприимные. Бода, в чужой стране можно переночевать в гостинице. Бронировать гостиницу можно через интернет. Да знаю, знаю. Нашел уже. Вот. Ой, а в городу подрите, пожалуйста. Что вам трудно, что ли? Хорошо. Учитесь, дети. Как надо находить жилье в чужой стране. Ой-ой-ой, Бода, в таком отеле у себя могут быстро закончиться деньги. Что? Я к ним со всей душой. Они деньги требуют. Уходим. Чуть и до нитки не обобрали. Никаких больше отелей. Бода, в интернете можно выбрать отель намного дешевле. Смотри. Эээ, смотрю. Ай! Это кто в наших кроватях развалялся? Бода, ты выбрал самый дешевый хостел. В хостеле иногда несколько незнакомых людей живут в одной комнате. Ну ладно, посмотрим. Я к ним со всей душой, а они мне морфиков тараканами пугают. Бода, а можно снять квартиру. Там никто вам мешать не будет. Отлично. Бра, бронируем. Дети, можно я засну здесь? Будто мы уже в квартире. Бода, это квартира на последнем этаже без лифта. Когда выбираешь жилье онлайн, на сайте можно прочитать описание и отзывы других путешественников. Вот, недорогой отель с хорошими отзывами. У него две звезды, значит, в нем есть все самое важное. Завтра посчитаю эти звезды. Спокойной ночи, Бодоборода. Самое важное, дети, что вы всему научились. Спокойной ночи. Вода в жарких странах. Привет, Бодоборода. Привет, дети. Сегодня я научу вас путешествовать по городу Эфесу. Во. Ура, мы в Турции. Ай, да на прогулку. Морфы, вы че там застряли? Вода, а ты не берешь с собой воду? Все необходимое я уже взял. Хороший бутерброд и большое настроение. Но без воды на жаре может стать плохо. Да, это называется обезвоживание. От воды только борода сыри. Так, все понятно. Северо-юг, восток-запад, сюда развалины, туда древности. Пошли. Это храм богини Артемиды. Его строили целых 120 лет. Долговато строили. Это ворота Геракла. Не дурновато выглядеть. Это библиотека Цельса. Хорошо. А еще в Эфесе есть свой театр. Ой, жарища. Бода, что с тобой? Бить. Бода, ты перегрелся на солнце. Спокойно, дети. Сейчас я научу вас искать воду в диких условиях. Ух ты. О, почти все животные знают, где находится вода. Бежим за ней. Саламандра, не спеши. Мне колодец, покажи. Буду я оттуда пить и тебя благодарить. Ага, колодец. Учитесь, детки. У-у-у. Ой. У-у-у. Колодец есть, воды нет. О, идея. Ура, нашли. Камыши и асока всегда растут около водоемов. Вода. У-у-у. 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 Вода. 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 Это просто грязная лужа. У-у-у. Грязную воду нашли, значит, и чистую найдем. Итак, самый проверенный рецепт. Это что за странный способ? Поиск воды лозой. Дедушка так искал. Я знаю этот способ. Где веточка начнет кивать вниз, там и вода под землей. И все, и не отвлекайте. Заинтерес. Видели! Петербург. Петербург. Вот так нужно искать воду в диких условиях Зовите меня теперь Водоборода Ну, дети, сейчас я вам такую достопримечательность покажу Какую? Называется душ Чур я первый Пока, Водоборода Смотрите новые серии и развивайтесь вместе с Иви